В Евпатории, как и в ряде городов Крыма, продолжаются мероприятия, посвященные 100 летию со дня рождения Юрия Волкова, нашего земляка, известного крымского художника-карьериста второй половины 20 века. В конце июня в городском краеведческом музее была торжественно открыта выставка этого мастера батальной жанровой картины. Она стала центром притяжения для многих людей. Кто-то из них был лично знаком с Юрием Васильевичем, кто-то просто знал о нем как о их патриархском художнике. Особо волнительно отнеслись к этому знаменательному событию педагоги и ученики детской художественной школы имени Юрия Волкова. Над новой экспозицией в двух просторных залах тщательно работали сотрудники музея. Помогала им жена художника, искусствовед Ольга Волкова, активный популяризатор его творчества. Она отдала в музейное хранение часть личных вещей и картин мужа. С открытием эксклюзивной выставки всех поздравил заместитель главы администрации Евпатории Иван Просоедов. Большая честь сегодня присутствовать на этом мероприятии. Позвольте вас всех поприветствовать от имени главы администрации города Евпатории Роман Юрьевича Таханчука. Хочу сказать, что весь жизненный путь, все творчество Юрия Васильевича говорит о том, что это великий человек. Память о нем будет жить всегда, независимо от того, что мы с вами будем принимать и делать. Но при этом очень важно, чтобы в части сохранения памяти был локомотив. И таким локомотивом на сегодняшний день являются Ольга Васильевна и патриотская художественная школа имени Юрия Васильевича. В знак признания депутат городского совета Константин Щукин передал Ольге Волковой букет цветов и поздравительный адрес главы города Алиси Харитоненко. Как говорится, время пришло. Впервые за многие десятилетия жена известного крымского художника может открыто и вдохновенно говорить о нем и его творчестве в кабинетах государственной власти, учреждениях культуры Евпатории и столицы Крыма. Он был многогранный художник, он писал картины батальные, в которых показал духовное значение подвига советского солдата, его цену подвига, жизнь человека. Он показал злодеяния фашистов, он писал жанровые картины, он писал монументальные картины и маленькие пленерные картины, сферы, пейзажи, которые относятся к шедеврам живописи. Я очень благодарна сотрудникам Крымического музея, которые создали эту прекрасную экспозицию. И впервые, наверное, за десятки лет мы видим прекрасную работу моря, которое приливается всеми красками, как бриллиантки. Мы можем хорошо рассмотреть эту замечательную работу «Красные каски», которая опередила свое время и которая показывает, как брат убивает брата, раскрывает трагедию гражданской войны, в которой погибло 10 тысяч людей. Добро пожаловать на выставку. Спасибо вам всем. Около года назад детскую художественную школу возглавила новый директор Ольга Береговая. За это время имя Юрия Васильевича Волкова стало для нее родным и близким. Находясь сегодня здесь, я хочу подчеркнуть важность всех событий, которые происходят для нашей школы в этом году. Сто лет нашему великому, замечательному Юрию Васильевичу Волкову. Столько сделано за этот год для того, чтобы память о нем существовала дальше. Она не просто существует, она теперь живет и в сердцах ребят, которые 287 ребят приняли со всего Крыма из 13 учреждений в конкурсе художественного искусства, посвященного Великой Отечественной войне. Мы этот конкурс будем продолжать дальше. Я хочу подчеркнуть важность того, что безусловно, без поддержки администрации нашего замечательного города, а теперь еще и при поддержке нашей, собственно, крымской власти, мы идем дальше по этому замечательному, важному и истинно человеческому пути популяризации творчества Юрия Васильевича. Высоко ценят вклад художественной школы в сохранении культурного наследия и в патуре Крыма и сами педагоги, сегодня работающие в ней. Мы на протяжении нескольких лет ждали, очень готовились, очень хотели действительно достойно вспомнить в день столетия, в год столетия памяти рождения Юрия Васильевича, достойно вспомнить всеми возможными способами, которые в наших силах, в силах школы, города, показать, приоткрыть эту завесу действительно многих лет без времени, когда про этого человека в принципе никто не знал, а человек великий и за собой несет великое наследие. И каждая его работа – это шедевр мирового уровня. И практически никто о нем не знал. И вот настало, слава Богу, настало то время, когда можно доносить то, о чем он говорит, не только в узком среде, когда мы раньше сидели на кухне и рассказывали друг другу истории. Теперь можно это выносить на всеобщее обозрение. Можно рассказывать про это подрастающему поколению, детям, гордиться нашим земляком. И знаете, вот в этот год, в день столетия, я лично очень счастлив, и все коллеги, и все, кто к этому причастен, что мы смогли благодаря Ольге Владимировне, благодаря Ольге Васильевне, потому что это два самых главных локомотива. Я рядом нахожусь, я в сотой доли не делаю того, что они делают, я просто на подхвате, если к вопросу. Но эти два человека сделали титаническую работу, которую не видно, к сожалению, не видно. Но мы видим результат этой работы. Это колоссальная работа. И я вам скажу, что благодаря этим другим человекам и здания, и выставки, и мероприятия, и все встречи, и все это проходит на таком уровне, не просто, знаете, какого-то официоза, какой-то такой казенной истории. А это все настолько душевно, настолько искренне, и так, просто вот слезы на глаза. Еще раз большой-большой низкий поклон вам. Спасибо за все, что вы делаете. Спасибо всех, кто в этом участвует. Три десятка лет отдаляют нас от даты прощания с художником Юрием Волковым. Большое видится на расстоянии, и современные в Патарице совсем иначе оценивают его творчество. Когда я была в Симферополе, я видела картину «Черстанецкий дубик». И видела картину, подвиг и тех, кто с ним был. Я поразилась размаху его творчества. И вот тогда-то у меня появилось желание написать эту стиху к дубик. Но еще больше меня удивило тот момент, когда в эту комнату, где были картины Волкова, взошла немецкая делегация. Они шумели, о чем-то спорили. Но когда они подошли к картинам Волкова, они все замолчали. Потому что там, на картине, было нарисовано их немецкий солдат, который сидит в воде, в панике. Но так написал наш художник, наш патаристский художник, он вызывал сострадание. Вот к этому фашисту, понимаете? И это сострадание возникло у меня. Почему это так? Почему? И столько наших людей погибло. Потому что это будет непревзойдено. И вот тогда-то я решила написать стихотворение, которое стало песней. Отголоски сражений в пагетовых храмах. Мы на выставке Волкова, словно опять на войне. Видим боль поколений, утрат человечества драмы. Мы стоим и молчим, а нет сердца, кричит в тишине. Как же так, уцелевый судьбиня, окружение, конславия, ведь Юра вели на расстрел. Как он выжил в жестокой военной пучине, значит, было удачно. Господь взять к себе и не посмел. Для гостей выставки содержательную презентацию и экскурсию провела экскурсовод музея Екатерина Черняева. Она подробно рассказала о жизни мастера и о его живописных и графических работах. В них он ярко и своеобразно показал родной город, море и человека. Отдельный большой пласт картины на тему Великой Отечественной войны, которую он солдатом прошел от начала и до конца. В постоянную экспозицию музея входят широко известные картины художника. Боя триада, красная каска, красная горка – эскизы картине «Один из многих». Они всегда вызывают сильный эмоциональный отклик у посетителей. Участники выставки с интересом рассматривали и личные вещи Юрия Волкова – фотографии, письма, документы, а также его мольберт, палитру, экспериментальные творческие работы с металлом и керамикой. Парадокс времени. В Краевеческом музее бережно хранятся и уникальные работы любимого учителя Юрия Волкова, акварели академика батальной живописи Николая Самокиша 1920 года. И примечательно то, что горожане и гости курорта знакомятся с творчеством этих двух маститых крымских художников в особый период – в год векового юбилея Евпатарийского Краевеческого музея. Валентина Лавренко, Алексей Гладков и в подариское время.